Вот эти вот тусовки, светская жизнь, мероприятия. Когда-то был такой период? Да, конечно, был. Когда-то доставляло удовольствие? Нет, мне никогда это не доставляло удовольствие. Просто когда я был молодой, я думал, что это что-то значит. Что если ты доходишь, если ты с кем-то разговариваешь, с каким-то таким человеком, значит, что-то с тобой происходит. Ты какой-то в движухе, ты какой-то вот в тренде, я не знаю, как это слово назвать. А потом я понял, что это не так. Ну, как бы для меня это не так в какой-то момент стало, что твой успех, твоя возможность быть интересным человеком, она не зависит от внешней среды, она зависит от твоего внутреннего мира. Если он гармоничен, полноценен, если там много чего, что доставляет тебе искреннее удовольствие, тогда ты отрываешься от этой внешней жизни, которая так важна вроде для нас, и живешь по своим каким-то ритмам внутренним. А когда люди пытаются сложно быть счастливыми, мне надо, чтобы меня узнавали, чтобы у меня был мобильный телефон, чтобы меня каждый день показывали там в фильмах. Я вот немножко избален от этого какого-то желания постоянно нравиться, быть на виду. Вы же актер, актеры все чисто любили. Да, но я, мне кажется, есть профессия актера, а есть человек. Вот я в какой-то момент понял, что мой внутренний человек, он не стремится к тому, чтобы быть все время на виду, все время нравится, потому что мы не можем всем понравиться, это безумие. Желательно, чтобы мы нравились себе сами, тогда мы будем легкими, обаятельными, тогда мы сможем быть раскрепощенными. А если мы себе не нравимся, если мы делаем что-то, но мы это не хотим, и мы как бы это делаем для чего-то, чтобы занять какое-то место в обществе или что-то там достигнуть, но на самом деле внутри нас есть какая-то борьба, что я этого не хочу на самом деле делать, но мне надо. И вот ты все время делаешь надо, 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 а потом в какой-то момент устроить,